господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 771 события дня даниила 1127 потому что конец еще отложен до времени за 22 января 2018 года какие события дня я утром стал и очень холодно было ну и подумал где же василь это там черепанов на берсеневке и как выяснил как она называется там село то это вот я говорю давайте-ка мы созвонимся сергей примет его или нет а потом созвониться надо с машинами сергей поедешь нет пупков машина не заводится а 30 градусов мороза или больше даже никак позвонил андрею андрею голубычу тоже не может завести машину откликаются братья но позвонил тогда николай кручение уже последняя можно сказать инстанция он с нами ездил самые дальние путешествия миссионерские до лиссабоны везде он был ну ждите я дам сигнал тогда будет нет не знаю еще будет а потом звонит приготовьтесь через 20 минут буду у вас никита поехал туда и володя я говорю я не поеду тут и холод и но тут когда николай сказала я это да с николаем я уже привычный ладно поеду еще не знаю что там будет и поехали дождались подольше тут подождать пришлось доехали туда а там через село через это потом где-то там на даче он живет туда электричества вообще нету зимой мы нашли нашли остановились кое-как там дорожка такая машина идет чуть в сторону машина сразу завязнет и разъехаться никак нельзя там ну подок в окно стучим ему или ему не открывает а мой мороз стоим я хотел фотографировать все два щакнула фотоаппарат застыл и все заклинило ну какие фотоаппараты-то маленькие глядима он там плоскогубцами крутит ну такая как не кнопка ну что можно брать в руки открывать дверь то что-то там застыло у него а у него это там 16 18 градусов минус в комнате внизу ну ждали ждали кое-как он открыл дверь вышел ну а дальше мы начали ему предложение делать тебя забрать приехали я веревочки специально взял если не будешь соглашаться мы тебя свяжем увезем сергей горячева приму мы с него нужно взять слово что будет слушать все он совершенно непослушный своевольный и делает что ему кажется то и здесь тоже но тут явно видно что его проморозило уже дальше некуда и простыл он и кашляет ну ладно да о когда да что да конечно он-то разговаривать то так по-другому не может вот мы его забрали там все вещи его и привезли к сергею отдали сергей уже встречал на улице там машина уже андрея было и то есть мы не одни были и главное когда вылезли смотрим из-под машины длинная проволока колючая которая в тюрьме применяется где-то подцепил николай там бедать около них там и главное не на вал не намоталась и не проткнула ничего нигде никак а николай еще и зад там задним ходом ехал вполне мог на нее наступить мы проткнул бы и все резина а на таком-то морозе там мы ехали аварии были то где-то что-то горит дым такое стоит вот волони то нету как это село называется то где он был берет как бельмесёва бельмесёва правильно сказал бельмесёва бельмесёва вот как не расслышу поэтому я не лезу никуда но это большое событие было володя там снимал а николай поехал я с ним прицепился до дому доехал печку давай опять топить два ведра угля пришлось спалить вчера и сегодня думаю тепло еще нет утром все загнулись а вещам звонит максим степаненко у него сайт к истине добрый вечер отец таким в томске что заранее не написали гостеприимство побуждает послать гостиниц знаю вас спрашиваю изюм из рябины собственного изготовления примете отец таким даже не сказал все таится чего таится не знаю я думал он потеряет как он уже в томске я пишу просим и умоляем всех чтобы никогда и ничего нам не присылали мы на почту не пойдем и лично переданной не примем у нас все есть преизбытки благодарим за намерение да будет она перед богом как сделанное и не раз спаси христос что батюшка будет томске узнал сейчас назад он все таится вот здесь наталья усатая пишет мне мир вам игнатий отец игнатий тут такое дело я и валентина с артисона ты они обе в германии желаем присутствовать на занятиях по скайпу писала сергею пупкову пока ответа никакого нету и не подключил он нас а вчера разговаривала с валентиной и она сказала мне что давно писала сообщение сергею чтобы он ее подключил к занятиям по скайпу то а ответа так и не пришел и к занятиям не подключил посодействуйте вы ведь сергеем видитесь передайте ему пожалуйста если занятие начинается в 16 00 то по нашему это в 23 вечера нет это наоборот если бы вы жили на востоке солнце то туда катится если в 16 то у вас это не в 16 я не знаю там европе это на от московского разница на час 15 3 дня заранее благодарю спаси христос всю общину желание какие дают я не знаю вот даже как это вот сейчас я открою занятия по скайпу вот они у нас идут занятия по изучению святой библии по толкованию святых отцов вселенской церкви проводятся по средам и пятницам и воскресеньем 14 по московскому времени 14 это два часа у нас разница в 4 по нашему в 6 в среднем пятница воскресеньем по 14 в москве откровение апостола и она и проходим милости просим вот запомните куда надо сообщать самому не подключать а чтобы он подключил занятие по изучению библии прослушать можно здесь сначала напишите чтобы вас занесли в список и подключили это нужно делать перед началом занятия занятие ведет пупков сергей павлович присутствовать может любой что у вас там не так получилось почему не так вот это вот а я сказать и не могу просто не знаю обычно вот сейчас смотрела 18 человек нас участвует уже напишите еще раз и я ему скажу ну раз написала другой раз третий раз и глядишь и пробьешь вот не говорит человек свою фамилию добрый плотник называется добрый день игнатий тихонович смонтировал видео с вашими дерзновенными речами делал без лукавства с искренним сердцем он говорит я хочу фильм сделать из ваших видеороликов я говорю ну пожалуйста делай но только чтобы было без лукавства и с искренним сердцем и он это взял особенно момент вашего свидетельства венсполсе слезы текли очень сильно касается дух святой на этом моменте и прошу меня простить если я дерзнул на что-то сокровенное для вас добавил музыку моцарта песня ангелов увидел на одном из видео слушает савченко виктор мне так думается что музыка усилит восприятие вашего выступления на видео прошу вас указать на неправильные моменты монтажа которые могли бы быть я просмотрел уже все нормально но только звук слабый тихий потом пойдет нормально там где в латвии то а половина почти тихий тихий почему не знаю если можно навсегда максимальный звук давать а тут уж можно уменьшить например где вам михаил александрович говорит что любит рыбаков имея ввиду ловцов человеков то кем вы и станете в будущем но видео вы сказали что не рыбак вот такие моменты и другие я обрезал выделяя важное простите меня если я вас неправильно понял почему неправильно правильно готов скротостью вас выслушать вот ссылка на скачивание рабочей версии видеоролика вот она запишите себе название пока он дал одно какое-то я дал такое столом 15-6 межима и прошли по прекрасным местам вот так будет ролик называется ну номер один а там другие будут межима и прошли по прекрасным местам наследие мое приятно для меня а он писал из биографии иглы и про и точно но я не так сделал потому что делаю прихния опять скажет ой-ой-ой себя восхваляет еще там восхвалительного нету и жизни кричат даже вчера василий принял сергей и а отзывы там какие комментарии называется матеряции ну то есть людям видимо деньги платят за это я раньше думал как так вот давайте напишите мы вас на примем дома будете сидеть доллары вам будут поступать и что видимо деньги платят нанимают каких проходимцев дадут им текст людей укажет чтобы они засоряли как ну тролли флуды всякую пакость писали матеряться прям по черному а там еще нет за столом сидят два человека вот так ну ладно больше тут я вчера ничего не написала этот ролик то я даже могу показать вот она бежима и попришли по красным местам вот как она выглядит тихо очень максимально поставлены вот вторая картинка я с кошечками еще сижу здесь рассуждение церкви с куда уме блудника и доброй жене это мы со степаненко максимум они не знают что делать я так продерну местами до в разные места мгновенно начинаю расследование и очень много знает сатана ризу надел волк но видно что у нее шерсть хвост топорщица я так отшел 62 года в 17.00 когда я пришел меня здесь и дал мне новую жизнь не понял как много он помогает на господь иисус христос аллилуйя аминь и здесь я свидетельствую всем как счастье в человек скорбях и печали когда доверяется богу и нет иного бога ты наш бог иисус христос так заканчивает вот известный российский проповедник миссионер лапкин игнатий тихонов игла скобках ничего особенного нету канал во свете библии открытым оком игнатий лапки название полных видеороликов рассуждение на берегу о смерти молодых меня такой и дьявол через священника по лживых сергянцев 52 года в пути латвия венсплс а то есть откуда было взято ну все как надо но ничего не не покривил не не испортил не благодарю не знаю как благодарить вот не человек который ставит и никак не называет свою фамилия имя не не знаю даже совершенно ничего про него подписывается добрый хороший плотник ну ему виднее этого человеку молиться даже не знаешь за кого я так не делаю и в друзья то бы принять надо но у меня порядок что такие которые нет ни имени фамилия не принимаю я не могу нарушать свой порядок он добро делает как бы но во славу божию теперь нужно чтобы я скачал к себе закачала он у себя убрал убрал чтобы не было претензий но показать наши ресурсы вот мой мир сюда я перекачиваю все с видеоканала поздно начал на 1200 роликов здесь меньше там у нас 9400 на видеоканале а это вот старый поставил кто-то ролик называется прогулка в лесу и занятие в гтв 1997 год интересно вот глянет кто желает посмотреть посмотреть в лес сколько народу ходила один раз я насчитал больше 50 человек было тогда шли занятия я тогда был такой я местами просто еще книг не было книг не было порезок не было это я местами показать и кто это виталий калиников нашел этот ролик я даже не знал что он забыл уже давно пока говорил еще семь человек комментарии оставили семь человек это не два человека и вот канал наш в канале что сейчас двенадцать тысяч восемьсот десять подписчиков просмотров 12 миллионов пятьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят шесть ну девять тысяч четыреста роликов это вот дальше показать надо наш ленточный сколько вчера пришло еще не знаю посещение людей меньше стало вот 454 а было девятьсот девяносто девять уже пополам ополовинула потому что ты заходит кто-то кого-то где-то узнал зашел ему это не нужен 1600 тем а тот во свете библии православный библейский сайт но и наш видеоканал большой-большой-большой видеоканал но а здесь вопросы и ответы 55 папа 4124 ответа но я немножко беру всегда отсюда помаленьку чтобы озвучить вчера сегодня 13 роликов поставил до вчера 4 то есть 17 роликов за день но это ясно дело что много вот так вопрос тысяч 1549 это папка грехе называется шестой том открытым оком где можно найти подтверждение что не надо носить галстук для того чтобы убить молодого человека ибо он может быть нашим зятем и главное я потом только все разузнавал если галстук не снял то обязательно верхняя пуговица должна быть расстегнута воротник сворачивается вот как бродяга какой вот пишут буквально смертельного болен олег табаков его фотографирует на разных снимках и везде расстегнутая расстегнутая и она раз расстегнута воротник то на ней не накрахмаленный он топорщится то посмотри как грибоедов другие смотришь какие они галстуки военные носили князья стоящий воротник подпирают шею чтобы наклонился а здесь еще нету как вот бродяги какие я потом только узнал что если костюм там 10 пуговок и нижняя должна быть расстегнута а на рубашке верхняя даже жириновский этому подчиняется это манера правила масонов вот это узнал так зачем тебе это делать я отвечаю слова галстук немецкий означает платок на шее иначе сказать шар но роль галстука ныне совершенно не та а это как знак масонства верхах бывают встречи без галстуков так и пишут так прямо и пишут в печати что же си означает то что некоторые на это встречи еще не приняты в ложе масонске но они уже на примете а люди считают это и как слепые натягивают на себя этот антихристианский знак он не греет он не красит это удавка для собак когда пьяный ползет по земле как многих преступники задавили за галстук крест сбросил смертный человек а затянул на себе самую настоящую удавку как изобразили галстук и рядом с цепь на шее таксессуар 21 века там желая сохранить подрастающее поколение евреи всячески сохраняли и внешние отличия от окружающих народов и в одежде как василий великий говорит что у христианина все отлично от мира сего и да и одежда и походка много и хорошо о том говорит ян амос каменский его называет отец мировой педагогики осуждается те кто по обычаю мира поступают колоссин 2 8 смотрите братья чтобы кто не увлек вас философии пустым обольщением по преданию человеческому по стихии мира они по христу 1 макове сказе 14 они построили в иерусалиме училище по обычаю языческому дьяния 21 21 а тебе наслышались они что ты всех иудеев живущих между язычниками учишь отступление от моисея говорят чтобы они не обрезали детей своих и не поступали по обычаям и павел должен был защищать от мне а ты божью матерь не посчитаешь ну как посчитаю богородицу считаю а икон нету да у меня места свободного нет от икон то иконы весь угол был он где сгорел и иконы спалились и там иноземная одежда не нашинская была с древности то национальная хранили второзакония 21 13 и снимет себя пленническую одежду свою пленническую и живет в доме твоем это когда пленит какую-то иноземку понравится то второзакония 25 на женщине должно быть мужской одежды и мужчина не должен одеваться в женское платье ибо мерзок перед господом богом твоим всякий делающий сие вчера показывают ролики на президента подала там собирает подписи ксения сообщак ой-ой-ой до другого имени как на б е никогда бы и не было и что она ее умоляют надеть трусы купается там за руки поднимают ее мужики она без трусов совсем чем-то привлечь но чем привлечь то если выше пояса ума нету то ниже пояс и не даст привлечения и главным кем президентом российской федерации но 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 нарочно же все это делается то и дальше она изображает одежду видимо шила священническую и всяко там поясничает а крестик носит ей говорят у тебя мозги свихнулись а баба ты и ты ли все время дело одно а потом другое то каша в башке то у тебя ее там поносит как ну вот чё сделаешь то для смеху выставили манекен щучила огородная то а мне больше ничего и нету ведь бог и так зрения то полного не дал то еще лезет ей говорят у нее свихнулся ум так почему же галсту которая свое происхождение имеет в стане врага не может считаться неприемлемым для христиан но вот смотрю и отделенные баптисты нацепили эту удавку на себя зачем да не зачем но чтобы только не отличается от всех и жить по стихии мира нет простоты во христе но эту ли неверность свою будут защищать слово одежда одеяния встречается библию ровно 600 раз и указание есть как нашу одежду отличить от не нашей второзакония 22 11 не надевая одежды сделано из разных веществ из шерсти и льна вместе числа 5 39 и будут они в кистях у вас для того чтобы вы смотря на них вспоминали все заповеди господни исполняли их и не ходили вслед сердце вашего я чей ваши которые влекут вас к блудодейству когда божественный бежал людских речей и прознословно их гордыни и голод забывал и жажду многих дней внимая голос у пустыни его взолкавшего на теме серых скал князь мира вынес величавый вот здесь у ног твоих все царства он сказал с их обаянием и славой признаешь лишь явное поди к моим ногам сдержи на миг порыв духовный и эту всю красу всю власть тебя отдам и покорюсь балбе неровной но он ответствовал писанию в нем ли пред богом господом лишь преклоняй колени и сатана исчез и ангелы пришли в пустыне ждать его велений афанасий афанасий фед ну кто знает его стихотворение фед вот интересно мне скинули тут материал фроликов там роман недостающие страницы в книге робинзон круза дэниэл дефо вот я даже его сейчас вытащу и покажу вот ну считать видимо не по порядку будет вот сколько страничек но они одна за одной идут вот какая первая и они не по порядку но как мне прислали так я считаю что там было написано почему советские издания выбрасывали так взял библию начал считать ее и первое что я прочел было служи господу и не бойся и он укрепит сердце твое говорю тебе служи господу не могу выразить каким утешением были для меня эти слова я с благодарностью отложил книгу библию и больше не грустил во всяком случае из-за дикарей потому что сильно испугался там и вот дальше пишет это он опять то есть это тоже попалась и теперь все то в опасностях какими мне грозит появление дикарей я вдруг вспомнил слова писания призови меня в день пищали я избавлю тебя и ты прославишь имя мое я радостно поднялся с постели сердце мое успокоилось и мне захотелось помолиться богу о моем избавлении сотворив молитву понимаешь какие слова тогда советские все убрали смотреть не пошлет ли он мне знамение выражающего его волю по его с маленьким все божье эти мысли занимали меня целыми днями да что там целыми неделями месяцами последствием такого моего настроения было одно событие о котором не могу умолчать однажды рано утром лежа в постели и стрепи стревога размышляя об ну тут они мне не по порядку может быть потом соединить у себя подчиняться ибо я согрешил против него затем я подумал что бог не только справедлив но и все благ он жестоко меня покарал но он может и разрешить меня от наказания если же он этого не делает то мой долг покориться его воле а с другой стороны надеяться и молить его а также неустанно смотреть видимо смотреть тут повторяю не по порядку у меня идут но соедините так с целью божественной мудрости то не смею восставать против божьего промысла ведь я творение божье и мой создатель имеет неоспоримое право поступать по со мной по собственному благоусмотрению а коль скоро я оскорбил его он вправе избрать мне достойное наказание мне же надлежит но тут прерывается что-то надлежит покориться видимо следа человека ступившего на мой остров испугался таковы превратности человеческой жизни потом когда я оправился от первого потрясения я много размышлял на это любопытную тему я понял что участь моя была предрешена премудрым и всеблагим проведением и раз мне дескать не дано и и проще повторяя не по порядку считаю но соедините увидеть лицо человеческое оказалось что после спасения души величайшим счастьем какое только могло быть не способно ему проведением и как бы воскресением из мертвых я дрожал от страха при мысли о том что могу столкнуться с людьми готов был лишиться чувств от одной только тени это все он пишет о своем страхе перед дикарями то а потом бог дал ему которого было несчастье что он издан из общества людей что он один среди безбрежного океана обреченные на вечное безмолвием отрезаны от мира как преступник признанный небом не заслуживающим общения с себе подобными недостойным счислиться среди живых вот так это он все о себе пишет повторяю пружина управляющая нашими влечениями сегодня мы любим то что завтра будем ненавидеть сегодня ищем то чего завтра будем избегать завтра нас будет приводить трепет одна мысль о том что мы жаждем сегодня я был тогда наглядным примером этого рода противоречий я человек это в себе все это как он было родители не слушался собрать посеянный хлеб и упреки показались мне столь справедливыми что я решил впредь сеять с таким расчетом чтобы уберечься от неожиданности и запастись хлебом на два или три года какое игралище судьбы человеческая жизнь и как странно меняются с переменой обстоятельства тайны это робинзон кроза все это себе там думает но и последняя они у меня неправильно составлены страницы доказательств и сего благости ко мне как будто тот кто доселе питал меня в пустыне был невластен сберечь для меня блага земные неспосланные от него же от его же щедрот я упрекал себя в легкомыслии из-за которого сеял лишь столько чтобы мне хватило на год точно не могло произойти случайности помешавший так ну и все если сможете соединить то ну понятно о чем говорил он здесь и вот прислал мне фотографию сегодня человек который много здесь помогал масштаб увеличить вот андрей кричков полностью он разбил по файлам златоуста и другие все что было на сайте спаси христос андрей не знал его считая ответ на молитву он пришел я не пойму вверху у него там что такое это просто тень наверно бородой слава тебе господи он пришел и помогал ну вот если так взять то на сегодня считаю хватит